Ребята, всем привет! Ну что, поздравляю! Скоро мы с вами сможем метать холодное оружие в PUBG Mobile, а также сможем с вами делать ловушки с помощью шипов, потому что все это уже добавили на китайском бета-тесте. И далее мы с вами все это детально разберем, поэтому обязательно смотрите до конца. Видос получился интересным и, что самое главное, информативным, так что, надеюсь, он заслуживает вашего лайка. Но для начала хотел бы вам рассказать про приложение PUBG Cash, с помощью которого вы сможете добыть себе халявных юцешек. Устанавливайте себе на смартфон это приложение, выполняйте несложные задания, за что вы и получаете коды, которые можно активировать в игре. В приложении есть подробная инструкция по получению кода, но если вы хотите получить еще немного больше юцешек, тогда при регистрации используйте мой бонус-код. Ну а само приложение можно скачать по ссылке в описании. Ну а мы начинаем. И так как доступа к китайскому бета-тесту, конечно же, у меня, к сожалению, нет, как и у большинства, само собой хотел бы поблагодарить канал LuckyMan за предоставленную информацию. Ссылка на него тоже есть в описании. Окей, заходим на полигон, ребятки, и находим что? Конечно же, сковородку. Во-вторых, мы можем теперь брать не только сковородку, а большее количество холодного оружия, как это на ПК-версии, да? То есть вы можете посмотреть, вот в инвентаре есть сковородка, есть серп, есть лом. И теперь, если вы метаете это холодное оружие, а есть такая возможность, наконец-таки, ребятки, само собой, у вас в инвентаре остается другое еще холодное оружие. Очень даже годное решение. Я именно боялся, что у нас такого не будет. То есть вы кинули сковородку и потом бегаете за этой сковородкой. Но нет, есть такая возможность, можно поднять намного больше холодного оружия. Это раз. А во-вторых, если вы метаете в кого-то сковородкой, то потом эту сковородку можно подобрать. В принципе, как это и на ПК-версии. Если вдруг вы играли на ПК-версии, эта функция там уже давно доступна, то есть механика броска, она доступна очень давно. И, чтобы активировать эту механику, ребятки, вам нужно будет нажать на вот эту вот кнопочку. Видите, вот здесь справа, рядом с кнопкой присесть. Если вы, допустим, нажали на нее один раз, то вы можете именно файтиться с помощью сковородки, то есть ударять по врагам, да, то есть бегать за ними, как это у нас сейчас есть возможность сделать, то есть нынешняя механика. Но, если вы хотите метать в кого-то холодное оружие, тогда вы просто меняете, нажав на вот эту кнопочку, механику, и после этого вы уже имеете возможность именно метать это холодное оружие. Не знаю, как вы, ребятки, но я очень давно ждал возможность именно метать холодное оружие. Вы можете даже посмотреть на моем YouTube-канале. Есть видео где-то полгода назад, где у нас был трейлер костюму медведя. Зимой это было еще, ребят, даже больше полугода. Еще тогда в трейлере было у нас был один момент, где персонаж бросал именно холодное оружие. И я очень сильно надеялся, что очень скоро нам добавят эту возможность. Но, как вы видите, прошло больше полугода, и пока что только на китайском бета-тесте это появилось. Но, само собой, если это есть на китайском бета-тесте, это очень скоро будет и у нас. Ну, как очень скоро? Я думаю, к концу этого года нам завезут возможность именно метать холодное оружие. И прямо сейчас предлагаю затестить, ребятки, каков будет урон. То есть, можно будет ли пробить колесо, допустим, с помощью холодного оружия. Конечно, возможно, вы, может, пробовали это на ПК-версии делать, но, само собой, различия должны быть. Вы это сами понимаете. Поэтому прямо сейчас мы с вами это затестим. И, в принципе, поймем, какого уровня урон наносит сковородка. Интересно, конечно же, затестить, допустим, какой урон в третьем шлеме, в втором шлеме. Но это уже, когда нам добавят на нашу, именно, в общем-то, бета-версию. Ну и прямо сейчас вы видите, что с одного броска колесо пробить у вас не удастся, ребятки. Но, я знаю, с помощью чего можно пробить все четыре колеса с одного раза. Конечно же, это шипы. Если вдруг кто не в курсе, на ПК-версии они тоже есть. В принципе, можете снова же посмотреть видосики в Ютубе или сыграть, если вдруг у вас есть такая возможность. По мобайле у нас шипы будут выглядеть вот таким вот образом, ребятки. Вот они. Если посмотреть ближе, вот так они выглядят. Я не знаю, похоже это на ПК-версию или нет, потому что я не играл в ПК-версию. Но, само собой, я думаю, это более такой упрощенный вариант. Но, все же, интересно, каким образом будет сама механика, какой будет шанс найти, грубо говоря, вот эти шипы. То есть, само собой, насколько будет повышен шанс найти этот лут, чтобы воспользоваться им во время игры. Поэтому, снова же, нам придется ждать, когда нам завезут эту обнову на наш бета-тест, да, то есть, наш официальный европейский бета-тест. Кстати, вы заметили, что здесь у нас на полу валяется ДБСка. Я каждый раз забываю сказать о том, что в следующем обновлении, ребятки, из аэрдропов ДБСки уберут. Просто я делал уже несколько видосов с обзором обновления 1.0. Один из них вышел даже вчера. Кто не посмотрел, посмотрите, ребятки, там тоже много годной информации. И каждый раз забываю сказать о том, что ДБСку уберут из дропа и она будет валяться у нас как обычный лут. Многие об этом пишут в комментариях, я вижу и снова же потом забываю, когда делаю видос. Сейчас я увидел ДБСку и решил об этом в общем-то вам рассказать. Вот таким вот образом у нас будет персонаж держать эти шипы. Вот они. Можете посмотреть, ребятки. Не знаю, как вам, но у меня ощущение, что персонаж держит в руках какую-то карту, да. Ну, видно, что пока что еще сырой вариант, да, потому что это как не крутить китайский бета-тест. После этого это должно выйти на китайской версии, потом это на нашем бета-тесте выйдет и уже после этого на нашей официальной версии. Поэтому я и в принципе и говорю, что то же самое метание холодного оружия, да, те же самые шипы, они, если нам их завезут, то завезут, конечно же, к концу этого года, не раньше, ребятки. Надеюсь, что это будет быстрее, но зная наших разработчиков, у нас есть один наглядный пример, да, это карта Орангель 2.0, которую мы ждали целый год, ребятки. Ну и в принципе, посмотрите, как будет выглядеть механика установления этих шипов. В принципе, ну вы видите сами, да, выглядит очень простенько, как я уже говорил, сыро, но в принципе, идея очень даже неплохая. Мне, если честно, она очень нравится. Никакого дамага не получает персонаж, если проходит по этим шипам, но, само собой, если вы проедете с помощью транспорта по этим шипам, тогда у вас будет просто минус колеса. Ну и выглядеть это будет вот таким вот образом. В принципе, очень даже неплохо, я вам скажу. Есть именно механика взаимодействия. Как вы видите, шипы у нас, ребятки, получаются одноразовые, но, зато, они спускают сразу же все четыре колеса. То есть, если вы будете проезжать и наедете на такие шипы, дальше вы никуда не уедете, и враги вас свободно смогут, само собой, убить. Ну а на этом, в принципе, видос заканчивается, ребятки. На китайском бета-тесте есть еще несколько нововведений, но они строго для китайской версии останутся, да, как это было и ранее, поэтому я решил их просто не показывать, а показал именно то, что, ну, стопроцентно должно быть и у нас в ближайшем времени. Обязательно напишите в комментариях, ждете ли вы возможность метать холодное оружие, ждете ли вы шипы. Если вам видос понравился, обязательно ставьте лайк, если он вам не понравился, ставьте дизлайк, ну а с вами был Dream, всем топ-1.